Дорогие женщины, мы поздравляем вас с 8 марта! Ну а прямо сейчас расскажем главные новости о мировой музыке. В этом выпуске, как испанская певица Ребекка Браун взорвала столичный танцпол, дни рождения в эфире Бридж Ти Ви, юбилеи участника Black Eyed Peace Билла Эмма и 68-летие Элтона Джона, а также как прошла церемония награждения Enemy Awards и многое другое. В преддверии грядущей весны недавней гостьей столичных танцполов стала испанская клубная дива Ребекка Браун, которая позволила нам заглянуть за кулисы и стать свидетелями своего жаркого шоу. Как отрывались столичные клубные тусовщики, смотрите в нашем сюжете. Здесь я чувствую себя как дома. Я бываю у вас с тех пор, как мне исполнилось 20. За это время, наверное, успела и русские слова выучить? Да, давай, на здоровье! К выходу на сцену в столице испанская клубная звезда Ребекка Браун в самом деле готовится тщательно. У меня есть это блестящее платье, кимоно. А может, я надену это платье в испанском стиле? Я еще не решила. Зато горячая клубная дива твердо решила раскачать столичный танцпол и справилась без проблем, ведь в этом деле опыта у певицы хоть и добавляй. Первым большим успехом певицы стал сингл Sun Rising Up. В 2005 году став хитом Ибицы. В ресторанах, на пляжах, в супермаркетах, везде звучала моя песня. Когда с тобой случается такое, это оставляет большое впечатление. Как призналась Ребекка Браун, ее горячий испанский темперамент отлично помогает ей в творчестве и на сцене. Так что клубное шоу солнечной певицы оказалось как нельзя кстати в преддверии грядущей весны. Джастина Бибера тем временем закидали яйцами. Эта новость недавно шокировала всех фэнов. Правда, не все так плохо. На столь рискованный шаг музыкант согласился по собственному желанию ради участия в комедийном шоу. Почти весь прошлый год Джастин Бибер не вылезал из заголовков газет по скандальным поводам. То певца задерживают за превышение скорости, то поп-звезда закидывает яйцами своих соседей. Но похоже, хулиганству пришел конец. Недавно Джастин Бибер принял участие в комедийном шоу, где певца самого закидали яйцами. Я думаю, что умение посмеяться над собой это классно. Я совершил множество не самых лучших поступков. Не так давно певец пообещал вернуться и с новыми песнями. В общем, хочется верить, что Джастин наконец наигрался в скандальную звезду. В следующее воскресенье 15 марта готовится отмечать свой 40-летний юбилей знаковая фигура на поп-сцене Will.i.am. Участник прославленных Black Eyed Peas и поет сольно, и выпускает модные девайсы, и даже имеет собственную линию одежды. Кстати, в этом году исполняется 20 лет группе Black Eyed Peas, с пребывающей в творческом отпуске, но для фэнов есть радостная новость. Я не помню, когда я в последний раз слушал альбом. Я слушаю просто песни, так что не знаю, почему мы должны выпустить альбом. Это пустая трата времени, но мы обязательно будем делать новую музыку. Ну а в эфире ведущего музыкального канала Bridge TV в день рождения Will.i.am в воскресенье 15 марта можно будет увидеть лучшие клипы артиста. Ну а 25 марта, день рождения Элтона Джона. Мэтру исполнится 68. Культовый певец не нуждается в представлении. Например, в зал славы рок-н-ролла «Сэр Элтон попал еще около 20 лет назад». Спасибо, я никогда не был хорош в разговоре. Я всегда выражал свои эмоции и любовь в музыке. Примерно тогда же, получив Орден Британской Империи и за 46 лет карьеры выпустив почти три десятка альбомов. В день рождения маэстро 25 марта в 21.00 смотрите лучшие клипы Элтона Джона в эфире Bridge TV. С кем из мировых звезд вы бы хотели оказаться рядом в случае конца света? Если ваш ответ Ариана Гранде, то у нас для вас отличные новости. Ваши мечты воплотились в новом клипе певицы. Как проходили съемки необычной работы, смотрите в нашем сюжете. В этот раз поп-звезда отошла от обычных для себя ванильных клипов и решила сделать что-то более экстремальное. На первый взгляд здесь снимается совсем не поп-клип, а нечто вроде фильма-катастрофы. Длинная пробка из машины, скопление людей. Процессом руководил режиссер. Вы не должны вести себя с эмоциями типа «Вау, я снимаюсь в клипе». Вы все должны быть напуганы до смерти. Сегодня мы снимаем мой новый клип «One Last Time». Это Мэтт. А это Ариана Гранде. Отлично было. Впрочем, романтики в стиле Арианы Гранде в клипе «О конца света» будет не так много. Этот парень уже готов к эвакуации и начинает атаковать Ариану. И как следует получает от нее. Это было прекрасно. Отлично, смотрится как в кино. Друзья, мы закончили съемки? Новый клип Арианы Гранде «One Last Time», снятый от первого лица, уже собрал более десятка миллионов просмотров. Герои хип-хопа и R&B тоже рвутся в бой. Вот, например, старина Треймал Диллард или просто Флорайда после трехлетнего перерыва наконец собирается выпустить новый мини-альбом. Он называется «My House» и выйдет через пару месяцев. У нас сейчас работа в самом разгаре. Будут гитарные партии от группы Earth, Weight and Fire и Крис Браун в дуэте. Ну а канадский рэпер Дрейк творческим кризисом не страдал и недавно вновь взлетел на вершины чартов. Вышедший без всяких анонсов и предупреждений альбом «If you've written this, it's too late» нескромно дебютировал на первых строчках, разойдясь в Штатах тиражом более полумиллиона копий. И, кстати, к успеху рэперу не привыкать. 25 миллионов долларов когда-то казались мне чем-то сумасшедшим, но когда ты начинаешь гастролировать, бренды хотят с тобой сотрудничать и у тебя начинаются корпоративы, все становится реальным. Пластинка канадского сердцееда была выпущена ко дню всех влюбленных, содержит немало сладких песен и, вероятно, пришлась по вкусу всем романтикам. Вот только путь к успеху, увы, отнял романтику у самого Дрейка. В жизни есть такие вещи, как семья и отношения, но я этим совсем не занимаюсь, я много работаю. Друзья, мы продолжаем следить за наиболее значимыми музыкальными церемониями по всему миру. Еще неделю назад мы рассказывали вам о прошедшей премии Грэмми, ну а сегодня пришел черед музыкального журнала New Musical Express. Кого одарили жители Туманного Альбиона на этот раз, смотрите прямо сейчас. Первая церемония журнала NME состоялась еще в далеком 1953 году. Вот так давно акулы британского музыкального бизнеса следят за ее героями. Лучшим боевиком танцполов признали хит Иггазалии и Чарли XCX. Спасибо, девчонки рулят! Лучшей международной группой стали легендарные Foo Fighters. Спасибо, увидимся на Гластонбери! Легендарный Гластонбери, кстати, стал лучшим фестивалем, а парням из группы Косебиен повезло еще больше. Рокеры унесли приз за лучший альбом и как лучшая британская группа. Эй, дайте нам больше шума! Ну а награду душа рок-н-ролла вполне заслуженно унес культовый музыкант Лед Зеппалин Джимми Пейдж из рук группы Royal Blood. Они сказали, что это честь для них, но это честь для меня. Я люблю группу Royal Blood. В целом церемония Enemy Awards прошла относительно спокойно и без скандалов. Неужели рок-звезды Туманного Альбиона уступили по своему напору мировым поп-артистам на Грэмми? И, кстати, впереди нас ждут не менее интересные музыкальные премии, но подробнее об этом уже на следующей неделе. А на сегодня это все музыкальные новости. Меня зовут Андрей Галтеев, вы смотрели программу News Time на канале Bridge TV. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!